Уровень преступлений в области общественного порядка и безопасности в Рязани неуклонно идет вниз. С этого начал доклад перед народными избранниками заместитель начальника городской полиции Сергей Сорокин. В целом количество преступлений снизилось на 5%, значительное уменьшение по грабежам и разбоям. Есть успехи у правоохранителей с профилактикой смертей на дорогах, их стало меньше, а также в сфере борьбы с наркотиками. Но город сегодня стал целью кибермошенников. С ними справляться получается не всегда. Раскрытие данного вида преступления представляет собой трудоемкий процесс, так как зачастую злоумышленники используют специальные программы для подмены номеров, используют номера IP и облачной телефонии, а также элементарную доверчивость гражданам. На территории города Рязани по итогам 2023 года наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-климентационных технологий в сфере компьютерной информации на 7,5%. Данный рост характерен для всех районов города Рязани и обусловлен на активизацию преступной деятельности с территории недружественных государств. Доходная часть городского бюджета после прибавки в 461 с лишним миллионов рублей перевалит за 17 миллиардов. Расходы тоже вырастут в основном по социальным статьям. Депутаты Рязанской городской думы активно уточняли сумму и цель по некоторым строчкам списка. Все траты оказались важными. 173,3 миллиона рублей ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 96,2 миллиона рублей благоустройство общественных территорий, лесопарк, сквер имени маршала Березова, Новопавловская роща, Черезовские пруды. 77,4 миллиона рублей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. В списке дополнительных расходов также обустройство детских технопарков в 63-65 школах, горячее питание для младшеклассников, социальные выплаты молодым семьям. Дорожный фонд получит сверху 2 миллиона, 20 пойдут на закупку техники для уборки города, еще 40 на приобретение реагентов. Сейчас цена на них вдвое ниже. Весь список дополнительных расходов народные избранники поддержали единогласно.